Добрый день, это эфир информационная программа репортера студии Маргариты Шубукова. Сегодня в Гомельском областном комитете природных ресурсов у Яхова Новокольного Осеродия распашнет свою работу двухденный научальный семинар по протягнению неурадовых организаций в партнерстве с мясовыми органами УЛАДы до удела у конкурса так званых «зеленых инициатив». Конкурс является одним из компонентов проекта международной техничной допомоги с оденешением перехода Республики Беларусь до «зеленой экономики», в которой реализуется программа развития ААН. Конкурс и закликаны протягнуть его уделников до выращения задач, актуальных для развития регионов. Подчас научального семинара отбудется презентация проекта и конкурсу. Уделники мероприемства проставят свои идеи и принципы «зеленой экономики». У Беларуси ясно и добрая традиция ушанования мати, дети яких народились в День незалежности. На Гомельшине 3-го липня на свет заявились 29 немаулят, 17 девочек и 12 хлопчиков. На передаче в рамках республиканской акции «З любовью до детей», яку уладить объединение «Белая Русь», прошли урошистые мероприемства. До веншования удалился и наш корреспондент Дмитрий Котов. У родильным доме Гомельской областной клиничной больницы у День незалежности на свет заявились у сего два немауляты – хлопчик и девчонка. Это самый степлый покажик с 2008 года. Миновито тогда у регионе стартовала акция «З любовью до детей». Счастливых мати новородженных Татьяну Захарову и Олену Алексеенко, веншой наместник старшини Аблвы Конкамо Владимир Прывалов и представники Гомельской областной организации «Белая Русь». Для женщин приемный сюрприз стал полной и нешаканностью. «Неожиданно как-то и празднично. Мне очень понравилось. Я благодарна, что нас не оставили без внимания. Ну, конечно, очень приятно, что не оставили без внимания. Мы даже не надеялись, если честно. Даже удивились, когда сегодня сказали нам. Ну, что, спасибо, конечно, очень приятно». Починаючи с 2008 года, третья галипиня на Гомельщине народилися больше за 150 немаулят. И каждого маленького белоруса разом с матерью веншовали представники «Белой Руси». А в минулом году была организована новая акция. И детям, которые уже шли в школу, урушали их первый портфель. Подарунки отримали 22 первоклассники. Все лета эта акция протягнется. «Символично, что в День независимости, в нашей независимой, стабильной такой стране, рождаются детки. Ведь это большой праздник для страны. А для каждого родителя, для каждого взрослого человека, наверное, самое почетное и самое приятное – быть родителем. И это самый большой праздник, который происходит в семье, когда рождается маленькое чудо, происходит волшебство». Заразумело, поколь немауляты не ведают, у який значный день для Беларуси народилися. Але безумовно, коли вырастут, яны станут достойными громадянами краины и соправданными патриотами. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». До инших тем. Апошний аукцион «Червеня» по продаже майомости, яка не выкористовывается, принес у бюджет Гомельской области 422 миллионы рублей. Новых господаров отримали 4 объекты. Як поведомили у фонде Гомеля облмайомости, амаль на усе лоты претендовали по два удельники. У вынику СШУ «Змолотка» был и пионерский лагерь у вёсы Ляскавиши Петраковского района. Початковый кошт продажи у этого лота с 15 миллионов 800 тысяч рублей взрос до 110 миллионов. Плануется, что новый владельник будет выкористовывать объект для ведения туристичного бизнеса. Дарыши, этот покупник набыл и двухповерховый будинок в Жлобинском районе. В будущем тут явится древо-перепрацовшая вытворчасть. Был и школу в Петраковском районе у дельника аукциона набыл с метой створения гостиницы. И четвертый, успехово реализованный лот, будинок с земельным участком у Калинковицком районе будет выкористовываться для организации гандлю. Протягиваем выпуск. У Гомеля на базе Белорусского державного университета транспорта открылся военно-патриотичный лагерь «Курсанты» для так званых тяжких подлетков. На протягу неделю они будут жить в интернации военно-транспортного факультета и спостегать основы курсантского життя. На открытии лагеря побывал наш корреспондент Руслан Пролясковский. У дельники проекта 25 подлетков с разных районов в области. Больше из них находится на профилактических уликах, по кольке поспело проявить криминальные схильности. Основная причина тому – недохоп уваги с боку дорослых. У первую чергу – у властных батьков. Однако тут все будет иначе. Хлопцы будут жить в тех же умовах, как и соправданные курсанты военно-транспортного факультета ВНУ. Розписаны по хвилинах распорадок дня и полное самообслуговывание. Это категория детей, которые адаптируются очень легко в любой обстановке при любых условиях. Поэтому их не надо какие-то отдельные адаптации. Им надо просто внимание, профессиональная работа, работа психологов, воспитателей. Кто будет выпадать, то соответственно будем заниматься по дизуальной программе. До работы лагера притягнуты установы адекваты, культуры и спорта, правооховные органы и громадские организации. Курсанты наведают бригаду внутренних войсков, инженерный институт МНС и станцию «Освод». Познайомятся с байкерами и волонтерами пошуково-воротовального отрада «Симуран». Сумовать, а уже тем больше шукать рисковых пригод им будет неколи. Руслан Пролясковский, Игорь Марышенко, телерадио компания «Гомель». У «Гомеля» отбылся показ уникальной коллекции короткометражных фильмов, которые были признаны первоможцами престижных сусветных конкурсов. Жахарам областного центра продемонстровали шесть замежных и одну белорусскую стушку. Вероника Ворошилина наведала кинопоказ. До початку омаль двухгодинного киносеансу, сформированного злепших короткометражных фильмов о прошлый год, у фойе кинотеатра «Костричник» интерактил с глядачами. Тут каждый мог поспробовать себе у роли актера и режиссера. Одночасово житовлялась презентация короткометражных фильмов, снятых на мобильные прилады. В целом, головная идея показа уникальной коллекции «Свет короткого метра» подтримать молодых авторов, которые мкнутся створать сурвозные киноработы в короткометражном формате и донести их до глядача. Приходят совершенно разные люди, но в основном это молодежь. Я очень рад тому, что у нас в областных центрах продвинута интересующаяся современным кино молодежь. «Свет короткого метра» – это программа лепших короткометражных фильмов з ликоперамурства и номинантов престижных сусветных премий и кинофестивалев. У тем лику «Оскар-2015». Гамельчане убачили шесть замежных и одну белорусскую киностушку. У основным это фильмы, снятые в жанрах драмы и комедии. Протяглостью не более за 20 минут. У их адлюстрованы наблюшевострые и падают вечные проблемы сучасности. Темы сябровство и здрады, кахание безузаемности и подлеткового самопошуку. Киноработы молодых авторов гамельским глядачам пришлися по души. «Люблю кино, короткометражное кино очень интересный жанр. Вообще я в Гамеле показываю и организую кино в библиотеке «Мархаус» и авторских фильмов. Поэтому, опять же, интересно увидеть работы, которые сейчас в интернете их не отыскать». На думку организаторов, короткометражные фильмы – это шматгранная, глубокая и наибольшь доступная для глядача форма кино. Однако для авторов подобная праца потребует немалых намаганий. Треба за дведенные хвилины раскрыть идею, проблему, образы и сутность киноработы. Короткометражное кино – серьезное мастерство, а там участка сродков, вырученных от показа коллекции «Свет короткого метра», будут накированы на подтримку одразу некольких белорусских фильмов молодых авторов, над якими зараз ведется праца. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». У картинной галереи Гаурила Вашенки открылась фотовыстава Сергея Иванова. Экспозиция под названием «Водная стихия Полесия» для устрова и шматгранная природная богатия нашего региона. На выставе представлено 50 фотосдымков автора, которые в детстве стратил слых, однако не сгубил текавость и любовь до життя. Сергей Иванов признается, фотография для его является сурьезным захоплением и займает великую часку вольного часу. Первое знакомство с этим видом мастерства отбылось и в школе, с дыма у основным семейную кронику сябрил и знакомых. Сурьезное захопление фотографии пришло к рыху поздней, коли познайомился с профессийными авторами, які открыли для его свет фотомастатства. Подороже, яше одно захопление Сергея Иванова. С поездок ян завсёды провозить массу ураженью, які одночасово з'являются сюжетами яготворших работ. У своих фотосдымках автора да и первого репортажу, сельскому пейзажу и безмежно про его же природе Полесия. Я в детстве потерял слух, да, и поэтому я решил заниматься пейзажом. Это, как говорится, безмолвного мира, тишины, гармонии. Чтобы снять это, мне приходится сливаться вместе с природой и погодой. Ходить по 15-20 километров. Я выбрал здесь чёрно-белый фон, потому что, чтобы оно было объёмно смотреть, да, не отвлекаться другим. Сергей, вот у него удивительное качество, это упорство. Невзирая на то, что он сталкивается с этими препятствиями, на протяжении таких лет он ставил перед собой задачи совершенствоваться, учиться. вступил в Российский союз фотографов, белорусский, участвует в выставках, в международных выставках, следит за всеми конкурсами, пытается в них участвовать. И на этом по колюсё, за развитием подей, сошите по наших выпусках. А я с вами развитываюсь. До повышения. Редактор субтитров А.Сёмкин